Зима – это не только снежки и снеговики, пешие лыжные прогулки по лесу, но и серьезный стресс для всего организма. Тем более, если температура в течение долгого времени держится на отметке минус 15-20 градусов. Именно в такую погоду для человека высок риск переохлаждения или обморожения. Легкая степень обоих состояний не так опасна, если дело принимает серьезный оборот, то переохлаждение может привести к потере сознания, нарушению работы организма и даже смерти, а обморожение – к болезненным, незаживающим ранам и потере конечностей. Как действовать в подобных ситуациях, выясняла наша съемочная группа. Получить обморожение зимой просто. Достаточно одеться не по погоде, забыть дома варежки и шапку и простоять на морозе некоторое время. Бледная кожа и недомогание – первые симптомы легкого обморожения. В таких ситуациях необходимо сразу уйти с улицы в теплое помещение, но принимать горячий душ или алкоголь не рекомендуется. Однако, если вы обнаружили на своей коже пузыри, сразу нужно бить тревогу. Это, скорее всего, уже вторая степень обморожения. Вторая степень обморожения характеризуется появлением таких своего рода эпидермальных пузырей с прозрачным содержимым. Здесь уже следует обратиться хотя бы в травмпункт, потому что, возможно, в данной ситуации потребуются перевязки после вскрытия пузырей. Но при этом чувствительность все равно сохраняется. Могут появляться ощущения покалывания, онемения. Подобные травмы заживают небыстро. Требуется постоянное наблюдение врача. Что касается переохлаждения, то симптоматика схожа с обморожением. Это озноб, дрожь, заторможенность и посинение губ. Возникает такое состояние при длительном нахождении на морозе. Собираясь на прогулку в морозный день, нужно особое внимание уделить одежде. Она должна согревать. А вот узкие вещи и обувь еще больше сугубят ситуацию. Если знать, как правильно одеваться в мороз, тогда можно и спортом заниматься. В этом убеждена жительница Твери Елена, которая увлекается скандинавской ходьбой. Я хожу медленно и тепло одета. Как куль? Что-нибудь такое теплоизолирующее. И сверху курточку потеплее. Так серьезно относятся к своему здоровью старшее поколение. Молодежь одевается по моде, а это не всегда тепло и комфортно для организма. Поэтому советуют врачи, необходимо родителям проверять, в чем выходят на улицу их дети. И в морозы лучше все-таки заменить стильные кроссовки на теплые сапоги. Это будет лучшая профилактика переохлаждений и обморожений. А если вы все-таки по каким-то причинам оказались в опасной ситуации и замерзли, незамедлительно звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 112.